значит есть такой сериал вы знаете игра кальмара да игра кальмара вот так он выглядит игра кальмара значит новость такая почему я назвал стрим да привет там идеям чучхе значит жителя северной кореи приговорили к расстрелу из-за сериала игра кальмара и это не шутка и это не прикол реально человека жителя северной кореи расстреляют за привоз из китая копии сериала игра в кальмара он привез на территорию значит кндр флешки с игрой в кальмара сериал netflix и значит сам он из провинции анген пук то вернулся на родину из китая с цифровой копией сериала распространил ее среди приятелей был пойман сотрудниками местного губопика до северокорейского который не сильно отличается видать от нашего и все суд приговорил его к казни другой учащийся который купил копию сериала у него приговорен к пожизненному заключению а шестеро других которые просто посмотрели к пяти годам каторжных работ в настоящее время в учебном учреждении проводятся обыски сообщает daily mail уволен директор школы секретарь по делам молодежи классной руководительницы этой школы не исключено что их могут сослать на угольные шахты в качестве наказания вот вот это понимаете порядке это я понимаю это вот то к чему надо стремиться всей душой напомню что в северной корее с начала текущего года действует строгий запрет на ввоз в страну фильмов шоу и сериалов запада коллективного и дать запада да соответствующий закон предусматривает максимальное наказание виде смертной казни а чего мелочиться за просмотр хранения распространения таких материалов видать экстремистских материалов да вот пусть учатся пусть учится наш губопик что-то мелко стелет только гражданство лишать только имущество конфисковать вот вот же не люди дают ориентир люди дают ориентир это при том что игра в кальмары возглавила топ netflix в 90 странах но в корее возглавить топ не суждено к чему я это все рассказываю да к чему я это рассказываю к тому что а у нас ведь тоже веселуха на эту тему я имею ввиду не на тему игры в кальмара нет не на тему у нас своя история репрессии в отношении значит культуры и мы про это упоминали но я считаю что эта история сейчас просто номер один вы знаете что в беларуси по политическим соображениям разгромили какое-то количество театров сначала разгромили купаловский театр да фактически он в том виде в котором было преврат прекратил свое существование за то что артисты выступили против насилия и против нечестных выборов и что уволили всю трупу уволили практически всю техническую часть администрацию уволили художественного руководителя николая пенигина среди уволенных там и народные артисты и заслуженные артисты и ну в общем это вот реальный супер цвет белорусской культуры интеллигенции всего да вместо этого театр передали ольги нефедовой которая играла всегда там третьи десятые роли и была известна только в казино потому что она просаживала бабки в казино была вся ее великая известность такая огромная дама с мужским голосом и способностью плакать когда она видит президента вот и вот она пустила там слезу соплю и стала директором купаловского театра и с ней осталось там еще может не знаю несколько артистов которым просто или некуда идти или они уже там слишком старенькие не и и так далее вот значит потом разгромили гродненский театр фактически полностью до лучших артистов убрали воли директора могилевского театра и тоже там ряд людей пострадала минские драматические новые новый драматический театр тоже творчески разгромлен полностью руины руины потому что артисты год назад поддержали забастовку до мужик вы но просто выступили до сказали какое-то там обращение всех тоже по выбрасывали и вот теперь новые скандал есть у нас еще национальный театр который говорит на белорусском языке это витебский национальный театр имени якуба колоса значит они на 95-летие своего театра поставили спектакль который называется тиль это уже классическая пьеса фактически советского периода впервые постановка была в 1974 году марком анатоличем захаровым с карачинцевым главной роли на сцене театр ленинского комсомола да ну где тут какая крама даже в советском союзе значит это все приняли более того эту пьесу не просто приняли понище к потом кино сняли тильюль не шпигель значит григорию горину никаких никогда претензий не было какие могут быть претензии григорию горину значит видите афиша даже красно-зеленая на тебя нету здесь белок червона белок красно-зеленая все як вы любите чиновники да и вот на спектакль премьеру который отмечать 95-летие театра приехала высадилась группа чиновников из минска там я так понимаю кто-то министр культуры может быть но реально театром в беларуси руководит другой человек и это человек выглядит вот так не узнаете эту красавицу эту нимфу надо знать театралом так точно разнать ее в лицо это ирина владимировна дрига значит она ну на самом деле теневой министр культуры она реально всем руководит определяет что делать что не делать ставить не ставить кого увольнять кого-то кого все вот чем она мне нравится что он никогда не изменяет своему стилю это вот но я не знаю как обозначить этот стиль напишите как как можно обозначить ее стиль так вот это стильная женщина вместе с такими же стильными чиновниками приперлись на спектакль пришли типа поздравить актеров театр с 95-летием там что-то какие-то говорили тосты слова благодарности то все пятое десятое на следующий день на следующий день значит спектакль сняли с репертуар а директора вызвали в минск директора вызвали в минск до сейчас как его зовут этого директора его зовут александр старых и сообщили об увольнении с 1 декабря дальше на этом не остановились на этом не остановились дальше начали устраивать репрессии против артистов и уже трех артистов они увольняют артисты которые в течение 20 лет некоторые там работали просто сыграли роли в этом спектакле за что прицепились вот это конечно поразительно к чему прицепились значит у григория горина это не они у григория горина 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 есть там такие слова что за сладостный край где всего через край где полно и жратвы и питья так что черт побери знай живи и даже да здравствует фландрия ну такая какая-то песенка и так далее да и ну там есть да здравствует фландрия ну как перевести на белорусский театр работы на белорусском да здравствует по белорусски ну по белорусски это живее фландрия ну ну как вот повторяю стишок обычный там какой-то шуточный такой стишок вот что за сладостный край где всего через край где полно и жратвы и питья так что черт побери знай живи пей даже да здравствует фландрия ну перевели живее фландрия за это за это сняли спектакль уволили директора устроили погром среди артистов ну грандиозно да то есть ушли ли мы далеко от северной кореи да еще не расстреливают еще пока не расстреливают дом знаете там до этого в общем и целом судя по лицам вот по лицу решительному лицу ирины владимировны дриги дайте ей в руки автомат или пистолет расстрельные она бы этого директора может и шлепнула этих артистов то есть это один буквально шаг к этому чучхе там за сериал который ну просто сериал он 90 странах мира номер один просто сериал корейский одного расстреляли одному пожизненное пятерых на каторгу на пять лет за просмотр за просмотр да и всех этих учителей и всю школу в угольные шахты здесь за то что они просто перевели на белорусский текст 74 года который все хлопают ладоши в москве до сих пор да и не заведет этот спектакль но еще несколько лет назад шел и и советский фильм и все и даже брежнев не нашел никакой крамолы эти устроили в театре погром просто погром это пока я повторяю еще не дают возможность расстреливать этих артистов то и в угольные шахты в солигорске ссылать но к этому идет потому что те же губопиковцы они говорят что все за там просмотр экстремистских экстремистскими любые могут материалы и игру в кальмара и тиль или шпигель и все что угодно могут час не в тюрьму сажать вот объявят они задним числом тиль спектакль экстремистским за живи фландрию и все 700 человек в зале которые его видели получаются все welcome to витебский изолятор вот такое отношение к культуре и вот она прямая параллель прямая прямейшая из возможных параллелей между тем что происходит в северной корее и в беларуси и куда мы идем семимильными шагами и что-то за стыд и позор когда ладно я понимаю еще реальное какое-то там протестное искусство да и они боятся протестного искусства там рубят против какой здесь спектакль 74 года пьеса советская и перевод какой-то веселой песенки и к по-другому главное не переведешь хотел бы да здравствует фландрия ну как ты на белорусский переведешь еще вот поэтому не только в сфере правосудия не только в сфере пропаганды не только в сфере правоохранительных органов вот потому что происходит в культуре мы имеем полные знаки превращение режима в северокорейский вариант в северокорейский вариант в чучхе где вот такие дамы со странными прическами решают судьбы артистов которые положили жизнь свою на театр судьбы режиссеров которые в миллиард раз талантливее чем они все вместе взятые позор для меня это просто конченый позор